Здравствуйте, уважаемые зрители канала Про Цветок! Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного пособного хозяйства. И сегодня я расскажу, зачем нужны бархатцы в огороде и как их применять во благо для здоровья человека и растений. Бархатцы их также называют тагетис, чернобривцы, оксамитки. Это все названия одного и того же растения. Эти цветы можно встретить в огородах и на клумбах в городе. Они полюбились дажникам за неприхотливость в уходе и долгое пышное цветение. Но кроме красоты, бархатцы обладают и другими полезными свойствами. Они являются отличным сидоратом. Если высевать бархатцы в огороде, они отличным образом оздоравливают почву, отпугивают своим запахом многих вредителей. А благодаря корневым выделениям могут отпугнуть даже нематоду. Бархатцы можно высевать на отдельных участках огорода, либо засевать полностью бархатцами грядки на сезон. Осенью, когда уже прошли первые заморозки, бархатцы начинают увядать. Многие их попросту выбрасывают на свалку. Однако делать этого категорически нельзя. Ведь если порубить бархатцы лопатой, перекопать их в грядку, то улучшится структура почвы. Почва станет более рыхлой и плодородной. Благодаря мощной корневой системе бархатцы поднимают из глубоких слоев почвы на поверхность различные полезные микроэлементы, которые также в следующем году будут влиять на урожай. Овощи, посаженные на грядке после бархатцев, будут развиваться гораздо лучше. Кроме того, в процессе перекопки почвы заделанная масса вот этих бархатцев отпугивает кротов. Уже проверено опытом. На тех грядках, где высевались бархатцы, где были перекопаны в грядку бархатцы, в следующем году кроты не роют, не повдрывают корни наших растений. А это очень важно для хорошего урожая на наших огородах. Также бархатцы обладают инфектицидными свойствами, то есть отпугивают различных вредителей с нашего огорода. Если посадить бархатцы рядом с луком, либо морковью, то бархатцы могут отпугнуть таких опасных вредителей, как морковная муха, либо луковая муха. Однако не всегда их запах действует на вредителей. Скорее он дезориентирует вредителей на огороде. Так как бархатцы выделяют много фитонцидов, у них есть определенный запах, то вредитель просто не чувствует рядом находящиеся культуры той же моркови, либо лука. Если, конечно, посадить бархатцев совсем чуть-чуть, где-то на краешке грядки, то эффект будет незначительный. Чем больше бархатцев в огороде, тем лучше это для урожая, тем эффективнее они будут отпугивать различных вредителей. Сеять бархатцы можно рядом практически со всеми культурами, будь то томаты, капуста, лук, чеснок и так далее. Растениям это пойдет только на пользу. Бархатцы полезны не только для огорода, но и для здоровья человека. Ведь в бархатцах содержится огромное количество витаминов. А, С, Е, фолиевая кислота, калий, магний, фосфор и другие микроэлементы. В народной медицине отвары и чаи из цветов бархатцев используются для укрепления иммунитета, против простудных заболеваний, а также для улучшения зрения. Кстати, наибольшее количество полезных веществ содержится в бархатцах мелкоцветковых сортов, которые красно-оранжевого цвета. Именно такие цветы лучше всего и используют для приготовления чаев, настоев и для масла. Лепестки цветов можно заготавливать весь сезон. Это сезон во время цветения. Их обрывают и сушат в хорошо проветриваемом месте. Затем из лепестков готовят чаи, отвары, настой, либо масло. Кстати, о масле из бархатцев, который улучшает зрение, есть ролик на нашем канале. Кому интересна эта тема, обязательно можете посмотреть этот ролик. Там популярно и доступно объясняется рецепт приготовления. Но нужно отметить, что приготовленное масло из лепестков бархатцев хранится очень недолго, 1-2 месяца. Поэтому такое масло лучше готовить маленькими порциями и использовать по мере надобности. Чтобы приготовить масло, можно использовать как свежие лепестки, так и засушенные. А есть еще хороший способ. Лепестки можно попросту заморозить в морозилке, затем размораживать и готовить вот такое полезное масло, которое улучшает зрение. Кроме масла, из лепестков можно приготовить хороший чай от простудных заболеваний. Понадобится 1 столовая ложка лепестков бархатцев на 250 мл кипятка. Настоять всего лишь 15 минут и можно употреблять. А лучше всего с медом. Простуду как рукой снимет. Бархатцы также рекомендовано употреблять при гипертонии, при повышенном артериальном давлении. Вот эти лепестки, они нормализуют давление. Рецепт очень простой. Понадобится 1 чайная ложка лепестков бархатцев, 1 чайная ложка мяты и 1 чайная ложка лепестков календулы. Все это заливается 250 мл кипятка, настаивается 15 минут и принимается за полчаса до еды. Лучше всего принимать такой отвар перед сном. Давление улучшается, нормализуется. Вот такой курс лечения примерно 2 недели. Однако перед применением любых препаратов, будь то растительных, препаратов народной медицины, в том числе и бархатцев, нужно проконсультироваться с врачом. Ведь при приеме растительных препаратов на основе бархатцев может возникнуть аллергические реакции, либо индивидуальная непереносимость. Кстати, бархатцы также нельзя употреблять беременным женщинам и детям до 2 лет. В остальном противопоказаний нет. Если проконсультироваться с врачом, то это достаточно безопасно и полезно для здоровья. Обязательно применяйте бархатцы у себя в саду, выращивайте их для улучшения почвы, а также используйте для приготовления чаев, настоев, масел, ведь это крайне полезно для здоровья. На этом все. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч!